В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во дворце спорта Видное проведена учебная антитеррористическая тренировка. Посетителям и сотрудникам дворца спорта выходить в сторону главного входа. Третий подъезд дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола вошел в десятку победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Мы-то не ради приза, а ради участия. Воспитанники звездного вальса стали победителями и призерами всероссийского турнира. В этом году мы радуемся уже личному зачету, что наши пары так достаточно активно продвинулись. Во дворце спорта Видное проведена плановая учебная тренировка в рамках антитеррористической комиссии муниципалитета. Учреждения ежедневно посещают большое количество людей, поэтому действия сотрудников и службы безопасности в экстренных ситуациях должны быть отработаны на высшем уровне. Посетителям и сотрудникам дворца спорта выходить в сторону главного входа. Мобильными телефонами не пользоваться. По легенде, на служебном входе был обнаружен подозрительный предмет с признаками взрывного устройства. Для обезвреживания привлекли различные службы. После оповещения все находившиеся внутри здания люди были эвакуированы на улицу в безопасное место. В ходе тренировки проверена слаженность работы экстренных служб, работы службы охраны, а также проведена эвакуация посетителей и персонала объекта. Во дворце спорта трудится более 60 человек. Учебные тренировки в учреждении проходят каждый месяц. Это вырабатывает и мышечную память, и понимание, куда двигаться у всех участников спортивного процесса во дворце спорта. В основе своей несем за это ответственность мы, как сотрудники дворца, наша обязанность эвакуировать всех находящихся в здании. Сотрудники отдела по территориальной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Ленинского городского округа отметили, что по итогам профилактического мероприятия были отработаны все действия персонала в случае чрезвычайной ситуации в полном объеме. В Ленинском городском округе на время закрытия участка за Москворецкой линией метро 27 автобусных маршрутов изменят схему движения. Изменения вводятся на период с 12 ноября на срок около 6 месяцев. Автобусы 25 маршрутов областных перевозчиков, следующие до метро Домодедовская, на время действия ограничений будут следовать до метро Зябликово и обратно. Изменения позволят пассажирам пользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. По информации Дептранса Москвы, за время ремонтных работ будет реконструирован тоннель протяженностью 120 метров на участке от станции Царицыно до Кантемировской. Просим пассажиров учитывать информацию при планировании поездок и обращать внимание на навигацию и информационные стикеры в транспорте. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области назвали победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». В десятку лучших вошел и подъезд номер 3 в доме номер 25 по проспекту Ленинского комсомола в Видном. Что же в нем покорило конкурсную комиссию, узнал Максим Козлов. Два года назад в подъезде номер 3 25 дома по проспекту Ленинского комсомола в Видном произошли масштабные изменения. Но и сейчас председателю Совета жильцов есть что обсудить с представителем УК ЖКХ. Как говорится, совершенству нет предела. Тем не менее, качество ремонта уже получило оценку на высоком уровне. В этом году Министерство ЖКХ объявило конкурс на лучший подъезд. Мы так подумали с жителями, что почему бы нам не принять участие. И вот нам повезло, мы вошли в десятку лидеров Московской области. Ну а в Ленинском городском округе мы единственные. Ремонт в доме был сделан по губернаторской программе «Мой подъезд», которая действует в Подмосковье с 2017 года. По сути, это совместное творение муниципальной УК ЖКХ и жителей. Оригинальным украшением общедомового пространства стало оформление стены с графическим рисунком, где изображены Видновские детские школы искусств и торговый центр 9-18. Да у нас шикарнейший подъезд. Это очень здорово. Единственное было, что мы долго ждали этого ремонта. Но когда это все осуществилось, мы очень рады и довольны. Этот подъезд, он как бы интегрировал наш дом, скажем так, в современные. Конкурс «Лучший подъезд» проводился в два этапа. На первом – местное управление ЖКХ. Администрация и муниципалитета совместно с активными жителями решали, какой подъезд будет представлять округ на уровне области. Администрация, ассоциация рассмотрели все заявки. Мы направляем уже информацию в министерство ЖКХ и уже начинают голосовать все округа. Быть в числе победителей, безусловно, приятно, но не ради награды жильцы приняли решение участвовать в конкурсе. Это просто моральная победа. Я даже не знаю, что там за приз будет. Мы-то не ради приза, а ради участия, чтобы заявить, чтобы показать, поделиться опытом со всей Московской области, с Российской Федерацией, что вот такие ремонты может делать не коммерческая организация, а муниципальная управляющая компания. Награждение жителей подъездов победителей состоится в начале следующего года. В рамках национальной молодежной хоккейной лиги клуб «Видное» провел серию выездных игр. Спортсмены побывали в Санкт-Петербурге и Мурманске. О результатах матчей расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Спортивный сезон для хоккейного клуба «Видное» набирает обороты. Ребята уже успели отыграть 12 матчей. Некоторое время болельщики не могли наблюдать команду на домашней арене. Перед хоккеистами стояла непростая задача. Четыре игры они провели в Санкт-Петербурге, где встретили с местными «Динамо» 5-7-6 и «Динамо-юниор». Выезд оказался сложный с первого матча. В первом же матче мы получили много дисквалификаций за удаление, которые, в принципе, можно было бы рассматривать и по-другому. И, соответственно, ослабилась команда. Проиграли первую игру, вторую почти зацепили, снова проиграли. А потом уже не смогли собраться из-за того, что первые два матча уступили, и проиграли еще и два последних матча в Питере. Но команда не сломлена, провели беседы, все поняли свои ошибки. Сейчас будем давать бой в Мурманске. А вот в Мурманске удача видновчанам все-таки улыбнулась. Две игры с местной Арктикой спортсменам удалось выиграть с преимущественным счетом. Нам повезло, что у нас очень опытный состав. В основном игроки, которые уже по 3-4 сезона в этой лиге отыграли, уже там 7 за 20 почти. Поэтому, я думаю, парни и взрослые уже успокоились, забыли, сделали выводы. И мы с полной уверенностью в своих силах идем выигрывать следующие матчи. Сезон еще не закончился, прошла только одна четвертая часть. В рамках чемпионата своей группы видновским спортсменам предстоит посетить еще 8 городов России. А пока болельщиков ожидают две домашние игры, которые состоятся 19 и 20 ноября в Ледовом дворце Арктика. Ленинского городского уже может гордиться, так как мы единственная хоккейная команда, которая участвует в чемпионатах России. И представляем интересы города по всей России. Но, скажу больше, наша команда с каждым днем, с каждой игрой все больше улучшает свое качество игры, сплочается. И, в принципе, я думаю, результат в конце года будет положительный, и мы сможем все вместе гордиться нашим клубом. Закончится чемпионат России в марте 2023 года. Далее начнутся игры плей-офф, и видновский хоккейный клуб надеется взять в этом сезоне кубок победителей. Пока в рейтинговой таблице команда находится на пятом месте. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В копилке наград танцевального клуба «Звездный вальс» опять пополнение. Его воспитанники стали победителями и призерами всероссийского турнира Russian Open Dance Sport Championships. Екатерина Коваленко поздравила чемпионов одной из первых. Дружеская атмосфера плюс высокий профессионализм. Эта формула позволяет видновскому «Звездному вальсу» вот уже много лет быть в числе лучших танцевальных клубов Москвы и области. Его воспитанники регулярно завоевывают первые места на самых престижных конкурсах и соревнованиях. Мы радовались несколько лет назад, когда мы выключили от России среди команд, ансамбль, формейшн. У нас и детская, и нерс-команда. В этом году мы радуемся уже личному зачету, что наши пары так достаточно активно продвинулись. Этот сезон для клуба очень урожайный. На крупнейших соревнованиях Russian Open Dance Sport Championships Арсений Ильин и Мария Терменако стали лучшими из ста пар страны в европейской программе и вторыми в латине. А через неделю на турнире в Санкт-Петербурге «Невская осень» ребята уже первые в обеих программах. Путь к победам выдался тернистый. Арсений Ильин начал заниматься танцами еще в 7 лет. Талантливый и пластичный он быстро добился успеха, но в какой-то момент просто перегорел и в один день все бросил. Сложный период, переходный. Не хотелось танцевать, хотелось больше личного времени, как-то посвободнее жить. Танцы не давали этого. Постоянно на тренировках сложно бросал. Тренера отговаривали, родители отговаривали. Говорили, будешь жалеть, вернешься. Вот так оно и случилось. Прошло целых два года, и рожденный танцевать все-таки не выдержал. Арсений вернулся и начал тренироваться с удвоенной силой. Потом были долгие поиски партнерши, и вот в августе появилась пара Ильин-Терменако. Дни напролет в зале и усилия всего за два месяца принесли результаты. Показав супер успешный старт, ребята размышляют о своем спортивном будущем. Думаю, есть, оно очень большое, так как мы оба таких сильных спортсмена, которые любят свое дело. И думаю, будущее есть. То есть все будущие чемпионаты ваши? Да. Бронзовыми призерами соревнований стали Максим Кучин и Анна Ганчева. Несмотря на серьезную конкуренцию, видновчане оставили позади 88 пар. Сейчас на репетиции ребята шаг за шагом оттачивают движение разных танцев. Отдыхать после турнира некогда. И лишь на пару минут юные спортсмены прерываются, чтобы поделиться впечатлениями. Победа всегда вдохновляет на новые свершения. Я считаю, мы очень выросли, очень много занимались, старались максимального успеха добиться. В итоге стали третьими. Это очень хороший результат для нас. А какие дальнейшие планы? Ну, мы бы хотели попасть на чемпионат России, пройти в финал чемпионата в Москве. Ну, планов очень много. За семь дней турнира наши танцоры не только показали блестящие результаты и набрали очки для прохождения в следующий класс, но и подняли свой танцевальный клуб «Звездный вальс» на высшие ступени российского рейтинга. Мы, конечно, начали сейчас сразу готовиться к чемпионату Москвы, который будет в ближайшее время, потому что это как раз будет отборный чемпионат России, где уже и разряды присваиваются, и повышается класс и так далее. Поэтому, как только мы позитивно и хорошо результативно выступили, мы сразу перешли к следующим соревнованиям. Движение вперед, к новым победам и свершениям в вихре «Звездного вальса» постоянно рождаются звезды. Наши, видновские. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.